Поучение о том, что христианин должно воспитывать в себе терпение, как силу спасительную от бед. Из беседы святого Иоанна Златоуста. Слово Божие поставило Иова в пример злостраданий и терпения и в прообраз Христа. «Вот мы ублажаем тех, которые терпели», — говорит апостол Иаков. «Вы слышали о терпении Иова и видели конец гонога от Господа». По попущению Божию много пострадало дьявола Иов, лишившись первоначально всего имения, затем детей, и, наконец, сам, пораженный язвами с головы до ног, принужден был лежать за городом и черепком обстругивать гной язв своих. К телесным болезням присоединились и душевные огорчения, наносимые друзьями, видевшими в несчастьях Иова наказание от Бога за грехи его. Великую скорбь праведнику принесла и жена его, советовавшая Иову. Иову говорила, «Похули Бога и умри! Но терпение страдальца превозмогло все несчастья, болезни и искушения. Иов явился непорочным перед Богом и был награжден Господом сугубым богатством и семейным благоденствием». Терпение есть наивысшее выражение нашей веры в промысел Божий и нашей надежды на Господа. Где истинная надежда, там и терпение, где терпение, там и надежда, так как надежда подвержена такому же искушению, как и вера. Искушаемся отъятием временных благ, когда лишаемся здоровья, чести, богатства и ввергаемся в неблагополучие. В этом бедственном состоянии потребно терпение, чтобы непозволенным образом не искать избавления от бед, но предаться совершенно на волю Божию и ожидать от Него милости, или помогающей в терпении, или избавляющей от бед. «Если хочешь быть веселым и наслаждаться покоем и удовольствием, не удовольствия ищи и не покоя, но старайся, чтобы душа твоя обладала мужеством и была способна к терпению. Потому что если не будешь иметь этих качеств, тебя не только победит искушение, но еще скорее погубит и не взложит покоя. А дабы увериться, что не удар бедствий, а беспечность нашей души разрушает спасение, послушая, что говорит Христос. «Итак, всякого, кто слушает слова Моисея и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и развелись реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основа был на камне. Не думайте, что это сказано о доме. Речь идет о душе, которая, слушая Слово Божие, делами или подтверждает его, или отвергает. Так устроил дом души своей Иов. И пошел дождь, то есть не спал с неба огонь, и истребил все стада. И развелись реки, частые, непрерывные, один за другим, следовавшие вестники бедствий, которые говорили о погибели. Один стад, другой верблюдов, третий детей. И подули ветры. Жестокие слова жены. «Покури Бога и умри», — говорила она. И не упал этот дом. Не приткнулась душа, не произнес хулый праведник, но еще возблагодарил и сказал. Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно. Видишь ли, что не свойство искушений, а небрежность беспечных обыкновенно бывает причиной падений. А крепкого скорбь делает еще более крепким. Воспитанный в скорби блаженный Павел так говорит. От скорби происходит терпение, от терпения — опытность, от опытности — надежда. Как крепких деревьев не вырывают с корнем порывы ветра, сколько бы ни устремлялись на них, так и душу, святую и живущую благочестно, напор и искушений не низвергают, но возбуждают еще к большему терпению. Как и блаженного Иова, сделали они более славным и досточтимым. Теперь человек гневается на нас, человек подобострастный нам, имеющий такую же душу, как и мы, и мы страшимся. А тогда злобствовал на него демон коварный и лютый, и не просто злобствовал, но еще воздвиг всякие козни и употребил все лукавство, и все-таки никак не одолел доблестного праведника. Какое же мы можем иметь извинение или какое прощение, когда не переносим человеческого искушения? Мы благодатью научены и такому любомудрию. Тогда как Иов еще до благодати в Ветхом Завете так доблестно выдержал тяжкую борьбу. Аминь. Аминь. Аминь.